Привет всем, меня зовут Иван, я психолог и я прокрастинатор. Сегодня я вам расскажу о том, что такое прокрастинация. На самом деле я хотел об этой теме рассказать еще полгода назад, но буквально всего пару недель назад я начал, даже месяц назад, я начал конкретно готовиться к этой теме, к этой лекции, когда в новостях увидел свое имя и свою фамилию о том, что я буду выступать с этой лекции. Правда ли, что прокрастинация — это чума 21 века? Или это просто хорошо разрекламированная лень? На самом деле нет. Лень — это когда вы ничего не делаете, но при этом получаете удовольствие. Вы отдыхаете, расслабляетесь, мечтаете о чем-то своем. Прокрастинация — это когда вы откладываете, сознательно или несознательно, важные дела на потом. Вы понимаете, что рано или поздно эти дела все равно придется делать. Вспомните свое обучение. Вспомните сегодняшний день или вчерашний день на работе. Успели вы все сделать? Или вы постоянно отрывались на перекуры, на кофебрейки, на социальные сети? Ну и что скажете вы? Неужели это так страшно? Все люди откладывают, все люди прокрастинируют. На самом деле по исследованиям, допустим, современным исследованиям в Америке, американские граждане переплатили в казну 242 миллиона долларов только потому, что заполняли налоговые декларации в последний день в спешке. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди опросили 19 800 людей, которые имеют довольно высокий уровень холестерина. И 35% из этих людей откладывали поход к врачу, чтобы сделать очередной анализ на 5 месяцев, что, собственно, могло угрожать их жизни. Поэтому, да, можно сказать, что все-таки прокрастинация довольно важный момент в нашей жизни современной. Слава богу, у нас есть дедлайн. Который нам очень в этом помогает. И мы неоднократно сегодня к нему вернемся. Несмотря на то, что прокрастинацию называют чумой именно 21 века, упоминание о подобном поведении встречалось и 500 лет назад в оксфордских документах. Было известно и в Древнем Риме, и в многих религиозных трактатах, которые датируются 5 веком до нашей эры. То есть фактически поведение, схожее на прокрастинацию, оно было всегда. Самое интересное, что похожее поведение существует и у животных. Например, птицы, которые высиживают яйца и в это время видят угрозу со стороны, допустим, храбрых людей, ученых, которые хотят посмотреть, как это все дело происходит, или зверей. И они борются между конфликтом интересов. С одной стороны, они хотят убежать, с другой стороны, защищать детей. И поэтому они, не найдя необходимые способы поведения, начинают, допустим, чистить перья. Такая птичка, как кулик, она засыпает. Например, есть такие джунгарские хомячки. Ученые проводили эксперимент. Их ставили на вибростенд, их клетку. Конечно же, сначала хомячки бегали чуть не по потолку, пытаясь выйти из этой ситуации. Но не найдя выхода, просто садились и начинали умываться. Например, койоты в дикой природе, когда они встречают на своей территории врага, то есть такого же койота, собрата, неважно, они борются за территорию. Но если они не могут определиться, кто все-таки самый крутой койот на территории, они начинают рыть ямки. То есть это же схоже, это называется у животных смещенная активность. То есть когда они не находят алгоритмы действия, они выбирают, приступают к тому, что они делают каждый день. У людей это называется фрустрация. То есть когда мы не можем начать какое-то действие или закончить какое-то действие, мы делаем то, что для нас привычно. То есть если, допустим, я предложил сейчас каждому из вас написать дипломную работу о ядерной физике, вы бы, скорее всего, залезли в социальные сети или пошли наперекур. Максимально интересно и просто об этом рассказал Тим Урбан в своем блоге Wait But Why. Очень рекомендую вам ознакомиться с ним, если хорошо знаете английский. В принципе, есть эти же его статьи, переведенные на русский в интернете. Он предложил вот так представить мозг непрокрастинатора. То есть человек, который рационально принимает решения, он понимает, что он не маленький, он понимает, чего он хочет, куда двигается и что ему в принципе надо для того, чтобы быть здоровым и успешным человеком. А вот так выглядит голова прокрастинатора. Когда вместе с рациональным человечком есть обезьянка сию секундных удовольствий. Согласитесь, намного интереснее сейчас залезть в социальную сеть и узнать новости, чем заниматься очередным неинтересным отчетом, но который надо сдать. Да, то есть происходит примерно вот так. Сделаем ли мы сегодня что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Давай, наверное, займемся лучше поиском интересной информации в YouTube, в социальных сетях, в новостях. Я слышал там какие-то новости в теории струн, а еще электроны себя как-то странно ведут. Давай об этом поговорим и посмотрим на работе, пока не наступит слишком поздно, чтобы заниматься делами. Слава богу, у обезьянки есть естественный враг. Панический монстр. Вот именно он проснулся, когда я осознал, что от лекции уже не избавиться. То есть надо готовиться, и надо готовиться хорошо. Слава богу, я сейчас уже сделал панического монстра своим другом. То есть он у меня есть всегда, и я всегда о нем вспоминаю, когда мне нужно делать что-то важное. Он приходит, нарушает эту идиллию, и обезьянка прячется на дереве. А перед вами становится выбор очевидный. Спрятаться вместе с обезьянкой или все-таки заняться чем-то важным. Причиной прокрастинации. Мы только что рассмотрели основную причину. То есть вместо чего-то долгого и неинтересного можно заниматься чем-то быстрым, но интересным. Еще есть несколько основных причин прокрастинации, которые, на мой взгляд, о которых стоит оговорить. Например, прокрастинация из-за желания все делать идеально. Перфекционизм. То есть вы считаете, что у вас, допустим, недостаточно опыта, или вы не самый лучший оратор в мире, поэтому не стоит ничего делать. Также может быть страх о будущем, страх о опыте, который не произошел. Например, у меня, когда я готовил данную презентацию, мог возникнуть страх, что, ладно, сделаю презентацию, подготовлю лекцию, но потом-то ее надо рассказывать, а это страшно. Поэтому я предпочитаю, например, больше ничего не делать. Иногда бывает слишком сильная увлеченность процессом. Вам настолько интересно заниматься процессом, что к итогу вы так и не подходите. Вот, собственно, когда вы замечаете, что, похоже, вы занимаетесь чем-то неважным и прокрастинируете, что может вам помочь выйти из этой ситуации? Во-первых, это матрица Изенхаура. Впервые она была оговорена, точнее представлена Стивеном Корби в книге «Семь навыков высокоэффективных людей». То есть как ею пользоваться? Вам необходимо построить координаты с двумя осями. Срочные дела и несрочные дела. Важные дела и неважные дела. Сейчас мы разберемся, что это и зачем. В срочных и важных делах, это в квадратике номер один, находятся те дела, которые нужно делать именно сейчас. Вот надо сделать, потому что придет дедлайн. То есть это ваши дипломы, отчеты, те проекты, которые вот сроки уже горят. Вот вы реально понимаете, что их надо делать. То есть как пользоваться? Вы берете, чертите себе эти четыре квадрата и расписываете ваши дела. И по идее в идеале в первом квадратике не должно быть ничего, потому что любые дела, которые туда должны быть занесены, они должны быть сразу и реализованы. Во втором квадратике то, что несрочно, неважно, это те дела, которые еще терпят. Например, изучение английского, начну бегать с понедельника, запишусь в спортзал, потому что скоро лето, а кость еще широкая. То есть те дела, которые в принципе можно чуть-чуть отложить, но их делать все равно надо. В третьем квадратике это те дела, которые являются просто бытовыми. Например, уборка, например, поход к парикмахеру, либо к другому специалисту. И самое интересное, что именно здесь начинается прокрастинация. То есть вместо того, чтобы делать что-то важное и сложное из первого квадратика, мы иногда заменяем это срочным, но неважным. Начинаем убирать. Вспоминаем, да, птичек и хомячков. В принципе, мы сделали, да, то есть мы квартиру убрали, но работа не сделана. В принципе, мы почту разобрали, но дедлайн все равно никто не отменял. И четвертый квадратик это вот несрочный, да, делегируйте. Что такое значит слово делегируйте? То есть если у вас есть возможность переложить эти дела на кого-то, то воспользуйтесь этой возможностью. Да, слава богу, у нас сейчас, мы живем в веке высоких технологий, когда огромное количество программ способны делать наши бытовые дела вместо нас. Четвертый квадратик — это несрочно и неважно. То есть если у вас в жизни нет дедлайна, вы обычно проводите время здесь. В компьютерных играх, в социальных сетях, в чтении журнала, в постоянном исследовании интернета или по ходам постоянным к холодильнику вдруг там что-то изменилось за последние полчаса. Если вы считаете, что в вашей жизни дедлайна нет, я вас расстрою. Дедлайн есть в жизни каждого человека, именно дедлайн. Например, Team Urban предлагает вот такую вот схемку. Это кружочки на каждую неделю жизни 90-летнего человека. Вы можете сейчас уже прикинуть, сколько из этих кружочков у вас зачеркнуто и сколько осталось. Очень классно помогает, если вы распечатаете где-нибудь дома и будете зарисовать каждую неделю своими руками. Очень помогает внешняя поддержка. Например, Джим Керри, когда еще не был довольно известным актером, комиком, он выписывал чеки тем людям, которые его поддерживали, обещая, что когда он станет успешным, он выплатит по долгам. Ну то есть тем, кто реально его поддерживает. И он сказал, что для него это было очень важно, и он не мог подвести этих людей. То есть реально, если вы хотите чем-то заняться, но считаете, что у вас не хватает силы воли, можете рассказать об этом большинству людей, реально, которые адекватно могут вас поддержать, чтобы, собственно, не было стыдно. Избегайте соблазна. Перед тем, как заняться реально важными делами, оглянитесь на работе или оглянитесь дома. Спросите себя, есть ли сейчас вещи, которые точно меня отвлекут. Например, пицца приехала, да, или там ужин дымится. Все, вот сейчас сяду за диплом. Есть еще такое замечательное понятие, как съесть лягушку. Есть более сложная позиция, она называется правило девяти. Когда мы берем одно очень-очень-очень сложное дело, делаем его утром. Берем три менее сложных дела и делаем его днем. Еще пять мелких дел, которые не больше трех минут занимает, которые мы распределяем в течение дня. Основное правило — это съесть лягушку с утра. То есть взять самое сложное дело, которое, возможно, вы откладывали очень давно, и сделать его в самом начале дня. Тогда все остальные дела вам покажутся семечками. И будет повод себя похвалить. Раз вы сделали это, то все остальное не так уж и сложно. Также можно съесть слона. Если вы видите, что дело огромное, как по затрате сил, так и по затрату времени, вы иногда выбираете не делать ничего. Поэтому лучше это дело раздробить на маленькие части. И тогда окажется, что дело на самом деле вы сможете его реализовать. Есть вот такое замечательное правило. Десять на два, умноженное на пять. В чем оно заключается? Если вы замечаете за собой, что начинаете прокрастинировать, то есть рука тянется к телефону, вы открыли уже социальную сеть, скажите себе, окей, ладно, хорошо, я разрешаю себе заняться неважными делами. Но сейчас, вот сейчас, я займусь ровно десять минут чем-то реально важным. Например, вы пишете книгу или статью. Скажите себе так, вот прям заведите будильник на десять минут и скажите, вот сейчас десять минут я пишу статью, потом десять минут отдыхаю. И так повторите это пять раз. В итоге через полтора часа у вас будет на пять абзацев больше, чем раньше. Например, это тоже замечательное правило 72 часов. Как показывает исследование современное, если вы какое-то дело… Например, все ходят на тренинги, да, по-любому, я уверен, или читают умные книги, или слушают классные лекции, но при этом забывают это реализовывать. Если вы не реализовали ничего из того, что узнали, из того опыта, который получили в течение 72 часов, то остается лишь 15% шанс, что вы все-таки будете это делать. Поэтому, когда вы что-то узнаете, лучше реализовывайте это сразу же, на этот день или на следующий. Самое главное — это начать. Запомните, что дорога строится под ногами идущего. Любая лекция, идеально подготовленная, любой тренинг, который идеально подготовлен, он не стоит ничего по сравнению с тем, который был проведен, улучшен, проведен еще раз. Поэтому главное — начинайте. Вкус хорошей еде приходит во время еды. Вот вы рассказали несколько вариантов. Какой лично вы применяли во время подготовки к лекции? 10 на 2 умноженное на 5. Я, допустим, очень люблю сладкое, но в последнее время я пытаюсь его ограничивать, точнее себя ограничивать от сладкого. И я купил себе 10 батончиков, и сказал, окей, вот я сяду и займусь 10 минут важными делами. И каждый раз, когда я это сделаю, я съем батончик. И вот, собственно, я это сделал, и вкусно поел, и подготовил, и вот сейчас сижу перед вами, и я думал, что я буду колоссально нервничать. На самом деле нет. Я вижу, что вам это интересно, и мне тоже это интересно. Кстати, об этом. Сейчас проводились довольно интересные исследования, почему люди занимаются разработкой Википедии, разработкой Линукса. Оказалось, что по факту люди занимаются по трем причинам. Во-первых, потому что это интересно. Во-вторых, потому что они чувствуют свой личный профессиональный рост. И в-третьих, потому что они понимают, что это кому-то надо. Если у вас есть в вашей деятельности вот эти три момента, вполне возможно, вы не будете прокрастинировать. Добрый вечер. Спасибо за рассказ. У меня вопрос. Какие данные у современной науки относительно причин прокрастинации? Только ли они находятся в плане психическом, или, может быть, есть какие-то физические подоплеки у этого вопроса? Касательно физических подоплек. Да, есть ученый, который решил поснимать головной мозг, когда мы прокрастинируем. Не просто вот, окей, не прокрастинация. В принципе, о нашем образе, себя в будущем. То есть что он сделал? Он положил людей в МРТ и предложил им подумать о себе сейчас или поговорить о себе сейчас. И посмотрел, какие части мозга светятся в этот момент. Затем он предложил поговорить о каких-нибудь абстрактных звездах. Голливуда там либо каких-то. И отследил, какие части мозга светятся в тот момент. Соответственно, они были другие. И потом он предложил поговорить о себе в будущем. Например, о себе через 30 лет, через 40 лет, через 50 лет. И заметил, что светятся те же самые участки мозга. То есть когда мы говорим о себе в будущем, о себе том, на которого дедлайн наскочит, которому панический мозг придет, мы воспринимаем себя как что-то мифическое. То есть мы не отождествляем себя будущего, себя теперешним. Поэтому вот мы выбираем сейчас потусить, погулять, посмотреть в социальные сети, посмотреть сериальчик, полистать журнал. Потому что то, что произойдет с нами в будущем, это может и не с нами это произойдет вообще. Это довольно любопытно. Спасибо. Ну, я имел в виду что-то более приземленное. Допустим, я не знаю, а витаминоз, недостаток витамина В. Нет, что-то такое. Так-то да. Да, есть межсезонные моменты, когда меньше, допустим, солнца, когда мы понимаем, что… Ну, то есть есть эти моменты, внешняя среда. То есть, допустим, предрасположенность к стрессу, она увеличивает прокастинацию. Например, было интересное наблюдение, за полярным кругом. Было очень мало света. Да, потому что у них полгода свет, точнее, полгода день, полгода ночь. И у людей не вырабатывалось витамин В, и, соответственно, увеличилась прокастинация, а работать-то надо. И они придумали интересную штуку. Они начали продавать шляпы с фонариками, ходить и светить друг другу в лицо. И, собственно, это принесло хорошие плоды. Благодарю. Спасибо. У меня будет два вопросика. Во-первых, спасибо за хорошую лекцию. Очень познавательно, интересно. Вы говорили, что нужно реализовывать знания. Как можно еще реализовать знания, помимо какого-то диалога? То есть, допустим, я посмотрел какую-то лекцию TED, несколько лекций TED, и их нужно как-то реализовать. Можете предложить какие-то варианты, помимо обсуждения? Да, конечно. Смотрите, есть такая интересная методика, которую можно реализовать практически в любой ситуации, когда вы получаете новые знания. Вы получили любые новые знания, чтобы их закрепить и подумать, как реализовать. Можно задать себе три вопроса. Первый вопрос. Что интересного я сегодня узнал? То есть, да, сегодня было очень много интересной информации, но реально спросите себя, что самое интересное я сегодня узнал? Это первый вопрос. Второй вопрос. Где я могу это реально применить? И третий вопрос. Кому я могу об этом рассказать? Когда вы задаете себе эти три вопроса, включаются разные участки головного мозга. Включается оперативная память, глубинная память, включаются участки, которые отличают за социализацию у вас, о применении практического опыта. И тогда больше вариантов, что вы найдете как раз ответы на эти вопросы и больше закрепите эту информацию у себя. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Причиной прокрастинации еще является отсутствие мотивации, как я понимаю. А отсутствие мотивации может являться причиной когнитивной дисфункции. И чисто теоретически, возможно ли самопсихотерапия в виде, допустим, систематической десенсибилизации за бандурой, проведение ее в домашних условиях, подкрепление мотивации? Да, возможно. Как думаете, почему огромное количество людей приходит домой, опять же делают тот же Linux, Википедию, играют на музыкальных инструментах? Это не приносит им деньги, это приносит им удовольствие, это приносит им радость и прочие вещи. Мне, например, огромное количество классных идей приходит, когда иду в душ. Я уже об этом знаю. То есть если я сижу и долго думаю, вот как вот решить этот вопрос, вот какую фразу сюда подставить, какое исследование, я такой, до свидания, я пошел в душ, пришел в душ, о, классная идея пришла. Да, то есть когда мы занимаемся чем-то, разгружая свой мозг, ну, например, мы находимся в три единстве. Это тело, это мысли, это чувства. Когда мы постоянно думаем, 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 мы можем обратить внимание, что мы ходим по кругу. Да, это как будто вот то слово, которое вы не можете вспомнить постоянно. Отвлекитесь, сходите в душ, сходите, побегайте, сходите, поджимайтесь. У меня, допустим, есть офис свой, где я, собственно, принимаю клиентов, и у меня там есть активные игры, например, там, эти, поролоновые мячи. Да, или вот я с коллегой перекидываюсь мячиком, да, то есть когда вот надо немножко разгрузить мозг, мы выходим во двор и кидаем мячик друг другу, и нормально. Мило, спасибо за ответ. Это, кстати, говорил один из лучших педагогов нашего времени, что, ну, прошлого времени, прошлого века, что самый лучший способ отдыха это смена деятельности. Спасибо. Здравствуйте. А если мотивации вроде бы хватает, но есть другая сторона медали, когда вот с женской точки зрения откладываешь дела только потому, что боишься, что результат будет не таким, как ты сейчас думаешь. Ты такой, нет, точно, что-то пойдет не так. Ой, отложу-ка я это, потом подойду. Есть ли какая-нибудь фишечка, что применить, чтобы бороться с этим? Да, это очень часто бывает, когда вы идете, например, на первое свидание или на первое собеседование. То есть вы боитесь о опыте, которого у вас еще нет. Очень классно помогает визуализация. То есть лечь или сесть, как вам удобнее, или прогуляться по лесу и представить этот день или это событие по самым мелким секундам. То есть как вы встали, что вы одели, что вы съели, куда пошли, включили и выключили телефон. Вот я, допустим, сейчас сижу, и я знаю точно, что у меня телефон выключен, он не будет фонить, и меня никто не будет отвлекать, потому что я эту ситуацию прогонял снова, 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 снова. Я задавал себе сотни, может даже тысячи, ну вряд ли, сотни вопросов, и поэтому, готовясь к лекции, подбирал много интересной информации, которой я не вложился в эти 15 минут, но сейчас вам ее рассказываю. То есть визуализация, представление будущего снимает ту тревогу и тот страх о опыте, который у нас еще нет. Например. Ответил? Здравствуйте. Очень интересная лекция была. У меня такой вопрос. Если ты, например, даже готовишь тот же самый диплом либо курсовую, вот у меня, например, такая проблема, я могу подготовить просто идеально, но когда дело доходит до рассказа, ты просто замираешь перед людьми и просто не можешь два слова связать, как бы хорошо ты эту тему не знал. Как можно сделать так, чтобы ты не откладывал это и более решительно как-то выступал? Смотрите, я тоже вот 6, может, 7 лет уже занимаюсь тем, что готовлю свои речи, свои выступления, помогаю в этом другим людям. И, как правило, я не с этим родился. Я этому научился. То есть это, во-первых, смиритесь с тем, что это навык, который можно владеть. Это раз. Второй момент. Расскажите тому, кто реально вас поддержит. Например, мой знакомый, он тоже физик-ядерщик, и он говорит, я когда читаю какие-то лекции, какие-то симпозиумы, свои рассказы, дипломы готовы и прочее, статьи, я вижу, что мои коллеги засыпают. Поэтому я просто приглашаю своего племянника, которому 12 лет, даю ему мороженку и говорю, послушай. И когда я вижу, что он начинает зевать, засыпать, я меняю какие-то термины на более понятные. Если я могу что-то объяснить 12-летнему ребенку, то значит я могу это донести до всех остальных. Это раз. Второй момент, как не чувствовать своего тревоги, своего переживания. Расскажите тому, кому вы доверяете. Можете даже никому не рассказывать. Запишите себя на видео, посмотрите. Посмотрите себя. Иногда вот этой обратной связи нам и не хватает. Я там, допустим, записываю себя на диктофон и замечаю какие-то слова, изъяны, над которыми мне надо работать. Например, тот же Юлий Цезарь, у него плечо дергалось очень сильно. И он это видел, он очень хотел быть оратором. И он повесил меч над собой. Ну это, конечно, очень целенаправленный человек был. Повесил меч и над плечом. Он читал выступления ораторские. У него меч дергался, а меч, в смысле плечо дергалось, а меч ему было больно, он так себя отучил. Но можно не к таким радикальным методам. То есть собирайте обратную связь о себе. Сначала, допустим, на видео запишите, потом на диктофон запишите, потом расскажите бабушкам, мамам, папам, братьям, сестрам, знакомым. Дойдите до специалиста, который уже может дать какие-то конкретные ответы. Например, вашему куратору, руководителю вашего направления, или вашим студентам, друзьям. Спросите у них. И тогда вы точно будете знать, что они-то вас поддержат. И вот так по чуть-чуть, по шажочку. Главное начать. А если есть проблемы с языковым барьером, например, ты по-русски спокойно рассказываешь, есть нормальные языковые обороты, которые применяются при обычном общении, при терминах. А в украинском, например, чисто для меня язык, я все понимаю, но когда доходит дело до чистого украинского, это довольно-таки трудно. Сейчас в современном мире есть огромное количество методик, на самом деле, которые вам могут помочь, если хотите. Это раз. Второй момент. Вы можете просто приготовить презентацию и большими буквами писать этот термин. Говорить, я не могу это выговорить, но давайте я почитаю. Ну, например, так. То есть как минимум можете, то, что помогает мне, я когда выхожу перед выступлениями, ну, сейчас это не делал, я выхожу и говорю, а я нервничаю. Вот все, вам не за что меня ловить. Вот все, я честен с вами, я нервничаю, я заикаюсь, я некоторые слова говорю, ну, вот так. Поэтому смейтесь, не смейтесь, мне уже все равно, я уже об этом не думаю, а значит, я уже сосредоточен на теме. Здравствуйте, я хотела спросить, как вы считаете, прокрастинация имеет накопительный эффект или это зависит именно от дела, которое вы собираетесь делать? Или чем больше ты прокрастинируешь, тем больше ты прокрастинируешь дальше? Или это именно от важности того дела, которое вот предстоит? Считаю, что все индивидуально. Во-первых, накопление опыта, да, есть. Успешные люди не стали успешными сразу. Они стали успешными сначала чуть-чуть, потом больше, 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 больше. Да, то есть этот рост есть, и вы же научились кататься на велосипеде не сразу, да? Вы по чуть-чуть сначала ногу поставили, потом научились держать равновесие и прочие, прочие, прочие вещи. Прокрастинация — то же самое. Если вы позволили себе отложить какое-то маленькое дело, потом вы рискуете отложить более важное. Потом важное, важное, важное. И сказали, ну ладно, раз вот эти все дела я отложил, то и вот там что-то большое отложу. Тогда, когда мы доходим до этого пика, вот, не знаю, большой, большущей прокрастинации, то здесь тоже подойдут вот эти вот методы борьбы с ней. Или тут нужно уже что-то такое посерьезнее применить. То есть смотрите, когда вы очень погружены в какую-то ситуацию в вашей жизни, например, прокрастинацию, и вам окружающие люди говорят, типа, что ты делаешь со своей жизнью? Хватит играть в эту компьютерную игру, тебя в армию заберут. Да? И мы сталкиваемся с мыслью, а, да, на самом деле, может, и хватит. Если у вас не хватает сил самостоятельно, да, вы можете привлечь людей, которые могут вам помочь. Есть специалисты, соответственно, есть хорошие методики, которые работают на разных уровнях. Вот. Касательно же больших дел, да, я описал вот съесть слона. То есть есть такая теория, называется теория временной мотивации или теория временной прокрастинации. То есть когда мы видим огромное дело, которое мы осознаем, что оно требует колоссальных усилий, колоссальных затрат, и не факт, что нам принесет каких-то результатов, мы предпочитаем ему больше не делать, в принципе. Хорошо, спасибо большое. Окей, здаю, это все. С прокрастинацией мы разобрались. Дякую, Иван. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok